В «Капитанской дочке» Александр Сергеевич Пушкин обнаружил удивительное мастерство в характеристике описаний Пугачёва. В пору романтизма, когда писатели особенно дорожили риторикой и эффектами, Пушкин сумел понять и нарисовать Пугачёве не мелодраматического героя, а просто человека с обычными слабостями и достоинствами. Пугачёв в его толковании тем интереснее для нас, что к обрисовке его души Пушкин готовился долголетним изучением исторических материалов, записок и устных преданий. Таким образом, в характеристике предводителя знаменитого «Восстания» сказался не только поэт-художник, инстинктом прозревающий человеческую душу, но и добросовестный учёный-историк. Благодаря такому соединению точек зрения образ Пугачёва получился полный. Пушкин не умолчал о преступных свойствах его души, например, о кровожадности, но сумел найти в Пугачёве широкие черты отваги, удальства и способность отдаваться иногда благородным порывом. Уловил в нём добродушие и хитроватый простонародный юмор. Пушкинский Пугачёв представляет соединение богатырского размаха с плутоватостью яицкого казака, прошедшего огонь и воду, и с повадками разбойника. Не уменьшая крупных размеров Пугачёва, Пушкин не делал из него романтического злодея или байроновского героя. Он не забывал об исторических условиях, которые породили Пугачёву и Пугачёвщину. Не широкие политические замыслы, а прыткость, бодрость молодецкая и хмелинушка кабацкая, как поётся в песне, выдвинули Пугачёва. Смелый, отважный, всегда полагающийся на авось, этот герой без времени, умеющий напустить, когда нужно, ужас, может и хохотать от души заразительным добродушным смехом. Простой человеческий разговор Гринёву подкупает Пугачёва и помогает юноше установить с ним откровенные, почти приятельские отношения. Пугачёв даже раскрывает Гринёву свои честолюбивые замыслы. «Как знать, – говорит он, – Авосью удастся. Гришка Отрепьев, ведь подцарствовал же над Москвой». Пугачёву хочется только подцарствовать. Он знает, что судьба Гришек Отрепьевых непрочна, но путь к ней захватывающий. Пугачёв в изображении Пушкина – незаурядная личность, что-то вроде поэта-мечтателя. С диким вдохновением рассказывает он Гринёву сказку о том, что ворон живёт триста лет, потому что питается падалью, а орёл – недолго, но зато пьёт живую кровь. И Пугачёв готов жить недолго, но бурно, мятежно. Такую жизнь он предпочитает спокойной. Пушкин сумел подслушать поэтические настроения в душе не только Пугачёва, но и у его диких сообщников. Они такие же авантюристы и также знают, что час расплаты не за горами. На Гринёва производит сильные впечатления разбойничья песня «Не шуми, мать и зелёная дубравушка», которую поют товарищи Пугачёва. Невозможно рассказать, говорит Гринёв, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемые людьми, обречёнными виселицы. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, всё потрясло меня каким-то пиетическим ужасом. Поэт сумел в этой сцене раскрыть всю психологию разбойничества, проникнуть в дух той поэзии, которая была создана размахом буйной личности, вырвавшейся на свободу. Субтитры создавал DimaTorzok